Фандок – один из крупнейших и старейших переработчиков дерева в стране. Львиная доля всего, что делает предприятие, идёт на экспорт, а это 90%. В списке ценителей белорусского – 40 стран. География поставок охватывает Европу и США. Отсюда и такой пристальный интерес со стороны многих партнёров. В этот раз уровень развития завода оценивают зарубежные дипломаты. Первая локация – фанерный завод. Большой процент от всей прибыли фандока принадлежит фанере. География поставок – 40 стран. США, Канада, Турция, Египет, Иран, Малайзия, страны Евросоюза. Каждый месяц на предприятие привозят по 10 тысяч кубов древесины. Это 250 железнодорожных вагонов. Если их выстроить в одну линию, на рельсы состав растянется на 7 километров. Масштабы впечатляющие. Несмотря на это, сырьё не залёживается. Это всё-таки основное производство. 60% выручки приносит нам фанера. И это наиболее, наверное, такой интересный процесс. Можно, конечно, было показать и мебельную фабрику, и выпуск столярных и мебельных плит. Но, наверное, это менее зрелищная картинка. Фирменный магазин по улице Ленина, 94. Следующая остановка. Здесь представлена вся линейка продукции. Кухонная, корпусная, стеллажная мебель, дверные блоки. Стоимость зависит от материалов и деталей, из которых сделана продукция. Бываем в разных предприятиях. Мебельная фабрика, конечно, интересная. Были в Могилёвском области, в другом заводе. На фондоке первый раз. Качественные продукты. Достаточно интересная программа. Всегда интересуемся то, что находится вне Минска, то есть то, что находится в регионе. Очень впечатлило те производства и тот конечный продукт, который производит данная компания. Соответственно, мы бы, конечно, купили, если бы не было настолько большого размера. Визит зарубежных дипломатов в таком широком составе на предприятии впервые. Подобная практика – хороший вариант для продвижения продукции на рынке разных стран. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бопруиск, 360.